Джек Лондон. Морской волк. Повесть. Глава первая. Не знаю права с чего начать, хотя иногда в шутку я сваливаю всю вину на Чарли Ферресета. У него была дача в Милвелли, под сенью горы Тамальпайс, но он жил там только зимой, когда ему хотелось отдохнуть и почитать на досуге Ницше или Шопенгаура. С наступлением лета он предпочитал изнывать от жары и пыли в городе и работать, не покладая рук. Не будь у меня привычки навещать его каждую субботу и оставаться до понедельника, мне не пришлось бы пересекать бухту Сан-Франциско в это памятное январское утро. Нельзя сказать, чтобы Мартинес, на котором я плыл, был ненадежным судном. Этот новый пароход совершал уже свой четвертый или пятый рейс на переправе между Саус-Алито и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом тумане, окутавшем бухту, но я ничего не смысля в мореходстве и не догадывался об этом. Хорошо помню, как спокойно и весело расположился я на носу парохода, на верхней палубе, под самой рулевой рубкой, и таинственность, нависшей над морем туманной пелены, мало-помалу завладела моим воображением. Дул свежий бриз, и некоторое время я был один среди сырой мглы, впрочем, и не совсем один, так как я смутно ощущал присутствие рулевого и еще кого-то, по-видимому, капитана в застекленной рубке у меня над головой. Помнится, я размышлял о том, как хорошо, что существует разделение труда, и я не обязан изучать туманы, ветры, приливы и всякую морскую науку, если хочу навестить друга, живущего по ту сторону залива. Хорошо, что существуют специалисты, рулевой и капитан, думал я, и их профессиональные знания служат тысячам людей, осведомленным о море и мореплавании не больше моего. Зато я не трачу своей энергии на изучение множества предметов, а могу сосредоточить ее на некоторых специальных вопросах, например, на роли Эдгара По в истории американской литературы, чему, кстати сказать, была посвящена моя статья, напечатанная в последнем номере «Атлантика». Поднявшись на пароход и заглянув в салон, я не без удовлетворения отметил, что номер «Атлантика» в руках у какого-то дородного джентльмена раскрыт как раз на моей статье. В этом опять сказывались выгоды разделения труда. Специальные знания рулевого и капитана давали дородному джентльмену возможность, в то время как его благополучно переправляют на пароходе из Саусалита в Сан-Франциско, ознакомиться с плодами моих специальных знаний. У меня за спиной хлопнула дверь салона, и какой-то краснолицый человек затопал по палубе, прервав мои размышления. А я только что успел мысленно наметить тему моей будущей статьи, которую решил назвать «Необходимость свободы. Слово в защиту художника». Краснолицый бросил взгляд на рулевую рубку, посмотрел на окружавший нас туман, проковылял взад и вперед по палубе, очевидно, у него были протезы, и остановился возле меня, широко расставив ноги. На лице его было написано «Блаженство». Я не ошибся, предположив, что он провел всю свою жизнь на море. «От такой мерзкой погоды недолго и посидеть!» — проворчал он, кивая в сторону рулевой рубки. «Разве это создает какие-то особые трудности?» — отозвался я. «Ведь задача проста, как дважды два-четыре. Компас указывает направление, расстояние и скорость также известны. Остается простой арифметический подсчет». «Особые трудности!» — фыркнул собеседник. «Просто, как дважды два-четыре. Арифметический подсчет!» Слегка откинувшись назад, он смерил меня взглядом. «А что вы скажете об отливе, который рвется в золотые ворота?» — спросил, или, вернее, пролаял он. «Какова скорость течения? А как относит?» «А это что, прислушайтесь-ка? Колокол!» «Мы лезем прямо на буй с колоколом. Видите, меняем курс!» Из тумана доносился заунывный звон, и я увидел, как рулевой быстро завертел штурвал. Колокол звучал теперь не впереди, а сбоку. Слышен был хриплый гудок нашего парохода, и время от времени на него откликались другие гудки. «Какой-то еще пароходишка!» — заметил краснолицый, кивая вправо, откуда доносились гудки. «А это? Слышите? Просто гудят в рожок. Верно, какая-нибудь шаланда. Эй, вы там, на шаланде, не зевайте!» Ну, я так и знал, сейчас кто-то хлебнет лихо. Невидимый пароход давал гудок за гудком, и рожок вторил ему, казалось, в страшном смятении. «Вот теперь они обменялись любезностями и стараются разойтись», — продолжал краснолицый, когда тревожные гудки стихли. Он разъяснял мне, о чем кричат друг другу сирены и рожки, а щеки у него горели и глаза сверкали. «Слева пароходная сирена. А вон там, слышите, какой хрипун?» «Это должно быть паровая шхуна. Она ползет от входа в бухту навстречу отливу». Пронзительный свисток неистовствовал, как одержимый где-то совсем близко впереди. На Мартинесе ему ответили ударами гонга. «Колеса нашего парохода остановились, их пульсирующие удары по воде замерли, а затем возобновились. Пронзительный свисток, напоминавший стрекотание сверчка среди рева диких зверей, долетал теперь из тумана откуда-то сбоку и звучал все слабее и слабее. Я вопросительно посмотрел на своего спутника. «Какой-то отчаянный катерок», — пояснил он. «Прямо стоило бы потопить его. От них бывает много бед. А кому они нужны? Какой-нибудь осел заберется на эту кую посудину и носится по морю, сам не зная, зачем, да свистит, как полоумный. А все должны сторониться, потому что, видите ли, он идет, и сам-то уж никак посторониться не умеет. Прет вперед, а вы, смотрите, в оба, обязанность уступать дорогу. Элементарная вежливость. Да они об этом никакого представления не имеют. Этот необъяснимый гнев немало меня позабавил. Пока мой собеседник возмущенно ковылял взад и вперед, я снова поддался романтическому обаянию тумана. Да, в этом тумане, несомненно, была своя романтика. Словно серый, исполненный таинственности призрак, нависан над крошечным земным шаром, кружащимся в мировом пространстве. А люди, эти искорки или пылинки, гонимые ненасытной жаждой деятельности, мчались на своих деревянных и стальных конях сквозь самое сердце тайны, ощупью прокладывая себе путь внезримым, и шумели, и кричали самонадеянно, в то время как их души замирали от неуверенности и страха. Голос моего спутника вернул меня к действительности и заставил усмехнуться. Разве я сам не блуждаю ощупью, думая, что мчусь уверенно сквозь тайну? — Э-э-э, кто-то идет нам навстречу, — сказал краснолицый. — Слышите, слышите? Идет быстро и прямо на нас. Должно быть, он нас еще не слышит, ветер относит. Свежий бриз дул нам в лицо, и я отчетливо различил гудок сбоку и немного впереди. — Тоже пассажирски? — спросил я. Краснолицый кивнул. — Да, иначе он не летел бы так, сломя голову. — А-а-а, наши там забеспокоились, — хмыкнул он. Я посмотрел вверх. Капитан высунулся по грудь из рулевой рубки и напряженно вглядывался в туман, словно стараясь силой воли проникнуть сквозь него. Лицо его выражало тревогу. И на лице моего спутника, который проковылял к поручням и пристально смотрел в сторону незримой опасности, тоже была написана тревога. Все произошло с непостижимой быстротой. Туман раздался в стороны, как разрезанный ножом, и перед нами возник нос парохода, тащивший за собой клочья тумана, словно левиафан, морские водоросли. Я разглядел рулевую рубку и белбородого старика, высунувшегося из нее. Он был одет в синюю форму, очень ловко сидевшую на нем, и я помню, меня поразило, с каким хладнокровием он держался. Его спокойствие при этих обстоятельствах казалось страшным. Он подчинился судьбе, шел ей навстречу и с полным самообладанием ждал удара. Холодно и как бы задумчиво смотрел он на нас, словно прикидывая, где должно произойти столкновение, и не обратил никакого внимания на яростный крик нашего рулевого «Отличились!». Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что восклицание рулевого и не требовало ответа. «Цепляйтесь за что-нибудь, держитесь крепче!» — сказал мне краснолицый. Весь его задор слетел с него, и он, казалось, заразился тем же сверхъестественным спокойствием. «Но сейчас женщины поднимут виск!» Сердито почти злобно проворчал он, словно ему уже приходилось когда-то все это испытывать. Суда столкнулись прежде, чем я успел воспользоваться его советом. «Должно быть, встречный пароход ударил нас в середину борта, но это произошло вне поля моего зрения, и я ничего не видел. Мартинес сильно накренился, послышался треск ломающейся обшивки. Я упал плашмя на мокрую палубу и не успел еще подняться на ноги, как услышал крик женщин. Это был неописуемый, душераздирающий вопль, и тут меня объял ужас. Я вспомнил, что спасательные пояса хранятся в салоне, кинулся туда, но у дверей столкнулся с толпой обезумевших пассажиров, которая отбросила меня назад. Не помню, что затем произошло. В памяти моей сохранилось только воспоминание о том, как я стаскивал спасательные пояса с полок над головой, а краснолицый человек надевал их, набившихся в истерике женщин. Это я помню отчетливо, и вся картина стоит у меня перед глазами. Как сейчас вижу я, зазубренные края пробоины в стене салона и вползавший в это отверстие клубящийся серый туман. Пустые мягкие диваны с разбросанными на них пакетами, с аквояжами, зонтами и пледами, оставленными во время внезапного бегства. Полного джентльмена, не так давно мирно читавшего мою статью, а теперь напялившего на себя пробковый пояс и с монотонной настойчивостью вопрошавшего меня — журнал с моей статьей все еще был у него в руке — есть ли опасность краснолицего человека, который бодро ковылял на своих искусственных ногах и надевал пояса на всех, кто появлялся в каюте. Помню, дикий виск женщин. Да, этот виск женщин больше всего действовал мне на нервы. По-видимому, страдал от него и краснолицей, ибо еще одна картина навсегда осталась у меня в памяти. Плотный джентльмен засовывает журнал в карман пальто и с любопытством озирается кругом. Сбившиеся в кучу женщины с бледными, искаженными страхом лицами пронзительно кричат, словно хор погибших душ, а краснолицей человек, теперь уже совсем багровый от гнева, стоит в позе громовержца, потрясая над головой кулаками и орет «Замолчите! Да замолчите же!» Помню, как, глядя на это, я вдруг почувствовал, что меня душит смех, и понял, что я впадаю в истерику. Ведь предо мною были женщины, такие же, как моя мать или сестры, женщины, охваченные страхом смерти и не желавшие умирать. Их крики напомнили мне виск свиней под ножом мясника, и это потрясло меня. Эти женщины, способные на самые высокие чувства, на самую нежную привязанность, вопили, разинув рты. Они хотели жить, но были беспомощны, как крысы в крысыловке, и визжали, не помня себя. Это было ужасно, и я опрометью бросился на палубу. Почувствовав дурноту, я опустился на скамью. Смутно видел я метавшихся людей, слышал их крики, кто-то пытался спустить шлюпки. Все происходило так, как описывается в книгах. Тали заедала. Все было неисправно. Одну шлюпку спустили, забыв вставить пробки. Когда женщины и дети сели в нее, она наполнилась водой и перевернулась. Другую шлюпку удалось спустить только одним концом, другим она повисла на талях, и ее бросили. А парохода, который был причиной бедствия, и след простыл, но кругом говорили, что он, несомненно, вышлет нам спасательные шлюпки. Я спустился на нижнюю палубу. Мартинес быстро погружался. Вода подступала к краю борта. Многие пассажиры стали прыгать за борт. Другие, уже барахтаясь, в воде кричали, чтобы их подняли обратно на палубу. Никто не слушал их. Все покрыл общий крик. «Тонем!» Поддавшись, охвативший всех панике, я вместе с другими бросился за борт. Я не отдавал себе отчета в том, что делаю, но, очутившись в воде, мгновенно понял, почему люди кругом молили, чтобы их подняли обратно на пароход. Вода была холодная, нестерпимо холодная. Когда я погрузился в нее, меня обожгло, как огнем. Холод проникал до костей, казалось, смерть уже заключает меня в свои ледяные объятия. Я захлебнулся от неожиданности и страха и успел набрать в легкие воды, прежде чем спасательный пояс снова поднял меня на поверхность. Во рту у меня было солоно от морской воды, и я задыхался от ощущения чего-то едкого, проникшего мне в горло и в легкие. Но особенно ужасен был холод. Мне казалось, что я этого не выдержу, что минуты мои сочтены. Вокруг меня в воде барахтались люди, они что-то кричали друг другу. Я слышал также плеск весел. Очевидно, потопивший нас пароход выслал за нами шлюпки. Время шло, и меня изумляло, что я все еще жив. Но мои ноги уже утратили чувствительность, и онемение распространялось дальше, подступало к самому сердцу. Мелкие сердитые волны с пенистыми хребтами перекатывались через меня. Я захлебывался и задыхался. Шум и крики становились все глуше. Последний отчаянный вопль донесся до меня издали, и я понял, что Мартинес пошел ко дну. Потом, сколько прошло времени, не знаю, я очнулся. И ужас снова овладел мной. Я был один. Я не слышал больше голосов, криков о помощи, только шум волн, которому туман придавал какую-то таинственную, вибрирующую гулкость. Паника, охватывающая человека, когда он в толпе и разделяет общую участь, не так ужасно, как страх, переживаемый в одиночестве. Куда несли меня волны? Краснолицый говорил, что отлив уходит через золотые ворота. Неужели меня унесет в открытое море? А ведь мой спасательный поезд может развалиться в любую минуту. Я слышал, что эти пояса делают иногда из картона и тростника, и тогда, намокнув, они быстро теряют плавучесть. А я совсем не умел плавать. Я был один, и меня несло неведомо куда среди извечной серой безбрежности. Признаюсь, мной овладело безумие, и я кричал, как кричали женщины, и бил по воде окоченевшими руками. Не знаю, как долго это тянулось. Потом я впал в забытье, и вспоминаю об этом только, как о тревожном, мучительном сне. Когда я очнулся, казалось, прошли века. Почти над самой головой я увидел выступавший из тумана нос судна и три треугольных паруса, заходящие один за другой и наполненные ветром. Вода пенилась и клокотала там, где ее разрезал нос корабля, а я был как раз на его пути. Я хотел крикнуть, но у меня не хватило сил. Нос судна скользнул вниз, едва не задев меня, и волна перекатилась над моей головой. Затем мимо меня начал скользить длинный черный борт судна так близко, что я мог бы коснуться его рукой. Я сделал попытку ухватиться за него. Я готов был впиться в дерево ногтями, но руки мои были тяжелы и безжизненны. Я снова попытался крикнуть, но голос изменил мне. Промелькнула мимо корма, нырнув в пучину между волнами, и я мельком увидел человека у штурвала и еще одного спокойно курившего сигару. Я видел дымок, поднимавшийся от его сигары, когда он медленно повернул голову и скользнул взглядом по воде в мою сторону. Это был случайный, рассеянный взгляд, случайный поворот головы, одно из тех движений, которые люди делают машинально, когда они ничем не заняты, просто из потребности в движении. Но для меня в этом взгляде была жизнь или смерть. Я видел, как туман уже снова поглощает судно. Я видел спину рулевого и голову того другого, когда он медленно, очень медленно обернулся, и его взгляд скользнул по воде. Это был отсутствующий взгляд человека, погруженного в думу, и я с ужасом подумал, что он все равно не заметит меня, даже если я попаду в поле его зрения. Но вот его взгляд упал на меня, и его глаза встретились с моими глазами. Он увидел меня. Прыгнув к штурвалу, он оттолкнул рулевого и сам быстро завертел колесо, выкрикивая в то же время какую-то команду. Судно начало отклоняться в сторону и почти в тот же миг скрылось в тумане. Я почувствовал, что снова впадаю в беспамятство и напряг все силы, чтобы не поддаться пустоте и мраку, стремившимся поглотить меня. Вскоре я услышал быстро приближавшийся плеск весел и чей-то голос. Потом уже совсем близко раздался сердитый окрик. «Какого черта вы не откликаетесь?» «Это мне, — кричат, — подумал я, и тут же провалился в пустоту и мрак». Глава вторая Мне показалось, что какая-то сила качает и несет меня в мировом пространстве, подчинив мощному ритму. Мерцающие искорки вспыхивали и пролетали мимо. Я догадывался, что это звезды и огненные кометы, сопровождающие мой полет среди светил. Когда в своем качании я снова достиг вершины амплитуды и уже готов был пуститься в обратный путь, где-то ударил и загудел громадный гонг. Неисчислимо долго, целые столетия, безмятежно канувшая в вечность, наслаждался я своим исполинским полетом. Но сон мой начал меняться, а я уже понимал, что это сон. Амплитуда моего полета становилась все короче и короче. Меня начало бросать из стороны в сторону с раздражающей быстротой. Я едва успевал перевести дух, с такой стремительностью мчался я в небесном пространстве. Гонг грохотал все чаще и яростнее. Я ждал каждого его удара с невыразимым ужасом. Потом мне показалось, что меня тащат по хрустящему, белому, раскаленному солнцем песку. Это причиняло мне невыносимые муки. Мою кожу опалял огонь. Гонг гудел, как похоронный колокол. Сверкающие точки мчались мимо нескончаемым потоком, словно вся звездная система провалилась в пустоту. Я вздохнул, с трудом перевел дыхание и открыл глаза. Два человека, стоя на коленях, хлопотали надо мной. То, что качало меня в мощном ритме и несло куда-то, оказалось качкой судна на волнах океана, а вместо ужасного гонга я увидел висевшую на стене сковороду, которая бренчала и дребезжала при каждом наклоне судна. Хрустящий, опалявший меня огнем песок превратился в жесткие ладони какого-то человека, растиравшего мою обнаженную грудь. Я застонал от боли, приподнял голову и посмотрел на свое красное, воспаленное тело, покрытое капельками крови, проступившими сквозь расцарапанную кожу. «Хватит, Ионсон!» сказал второй. «Не видишь, что ли? Совсем содрал с джентльмена кожу!» Тот, кого назвали Ионсоном, человек могучего скандинавского типа, перестал растирать меня и неуклюже поднялся на ноги. У второго, судя по выговору типичного кокни, были мелкие, почти женственные черты лица. Внешность его позволяла предположить, что он с молоком матери впитал в себя перезвон лондонских церковных колоколов. Грязный полотняный колпак на голове и грубый засаленный передник на узких бедрах изобличали в нем кока, того чрезвычайно грязного камбуза, в котором я находился. «Ну, как вы себя чувствуете, сэр?» спросил он с угодливой улыбкой, которая является наследием многих поколений, привыкших получать на чай. Вместо ответа я с усилием приподнялся и сел, а затем с помощью Ионсона встал на ноги. Дребезжание сковороды ужасно действовало мне на нервы. Я не мог собраться с мыслями. Ухватившись, чтобы не упасть за деревянную переборку, оказавшуюся настолько ссальной и грязной, что я невольно стиснул зубы от отвращения, я потянулся к несносной посудине, висевшей над топившейся плитой, снял ее с гвоздя и швырнул в ящик с углем. Кок ухмыльнулся при таком проявлении нервозности. Он сунул мне в руку дымящуюся кружку с какой-то бурдой и сказал «Хлебните-ка, это пойдет вам на пользу». В кружке было отвратительное пойло — корабельный кофе, но оно все же согрело и оживило меня. Прихлебывая этот напиток, я рассматривал свою разодранную, окровавленную грудь, а затем обратился к Скандинаву. «Благодарю вас, мистер Ионсон», — сказал я. «Но не кажется ли вам, что вы применили ко мне слишком уж героические меры?» Не знаю, почувствовал ли он упрек в моих словах, но, во всяком случае, взгляд, который я бросил на свою грудь, был достаточно выразителен. В ответ он молча показал мне свою ладонь. «Это была необыкновенно мозолистая ладонь. Я провел пальцами по ее роговым затвердениям, и у меня заныли зубы от неприятного ощущения шероховатой поверхности. «Меня зовут Джонсон, а не Ионсон», — сказал он на правильном английском языке, медленно, но почти без акцента. В его бледно-голубых глазах я прочел кроткий протест. Вместе с тем в них была какая-то застенчивая прямота и мужественность, которые сразу расположили меня к нему. «Благодарю вас, мистер Джонсон», — поспешил я исправить свою ошибку и протянул ему руку. Он медлил, смущенно и неуклюже переминаясь с ноги на ногу, потом решительно схватил мою руку и с чувством пожал ее. «Не найдется ли у вас чего-нибудь, чтобы я мог переодеться?» — спросил я Кока, оглядывая свою мокрую одежду. «Найдем, сэр», — живо отозвался тот. «Если вы не побрезгуете надеть мои вещи, я сбегаю вниз и притащу». Он вышел, вернее, выскользнул из дверей с проворством, в котором мне почудилось что-то кошачье или даже змеиное. Эта его способность скользить ужом была, как я убедился впоследствии, весьма для него характерна. «Где я нахожусь?» — спросил я Джонсона, которого не без основания принял за одного из матросов. «Что это за судно и куда оно идет?» «Мы около Фаралонских островов, на юго-запад от них», — неторопливо промолвил он, методично отвечая на мои вопросы и стараясь, по-видимому, как можно правильнее говорить по-английски. «Это шхуна-призрак. Идем к берегам Японии бить котиков». «А кто капитан шхуны? Мне нужно повидаться с ним, как только я переоденусь». На лице Джонсона неожиданно отразилось крайнее смущение и замешательство. Он ответил не сразу. Видно было, что он тщательно подбирает слова и мысленно составляет исчерпывающий ответ. «Капитан Волк Ларсен, так его все называют. Я никогда не слыхал его настоящего имени. Но говорите с ним поосторожнее. Он сегодня бешеный. Его помощник он не докончил. В камбус нырнул кок. «Убирайся-ка лучше отсюда, Ионсон», — сказал тот. «Старик хватит за тебя на палубе, а нынче, если ему не угодишь, беда». Джонсон послушно направился к двери, подмигнув мне из-за спины кока с необычайно торжественным и значительным видом, словно желая выразить этим то, чего он недоговорил, и внушить мне еще раз, что с капитаном надо разговаривать поосторожнее. Через руку у кока было перекинуто какое-то грязное мятое тряпье, от которого довольно скверно пахло. Оно было сырое, сэр, когда я его снял и спрятал. Щел он нужным объяснить мне. «Но вам придется пока обойтись этим, а потом я высушу ваше платье». Цепляясь за переборки, так как судно сильно качало, я с помощью кока кое-как натянул на себя грубую фуфайку и невольно поежился от прикосновения к колючей шерсти. Заметив, должно быть, гримасу на моем лице, кок осклабился. «Ну, вам не навек привыкать к такой одежде. Кожа-то у вас нежная, словно у какой-нибудь леди. Я как увидал вас, так сразу понял, что вы джентльмен». Этот человек не понравился мне с первого взгляда, а когда он помогал мне одеваться, моя неприязнь к нему возросла еще больше. Его прикосновения вызывали во мне годливость. Я сторонился его рук и вздрагивал, когда он дотрагивался до меня. Это неприятные чувства, и запах, исходивший от кипевших и бурливших на плите кастрюль, заставили меня поспешить с переодеванием, чтобы поскорее выбраться на свежий воздух. К тому же мне нужно было еще договориться с капитаном относительно доставки меня на берег. Дешевая сатиновая рубашка с обтрепанным воротом и подозрительными, похожими на кровяные пятнами на груди была надета на меня под аккомпанемент неумолчных пояснений и извинений. Туалет мой завершила пара грубых башмаков и синий выцветший комбинезон, у которого одна штанина оказалась дюймов на десять короче другой. Можно было подумать, что дьявол пытался цапнуть через нее душу лондонца, но, не обнаружив таковой, оторвал со злости кусок оболочки. — Но я не знаю, кого же мне благодарить, — спросил я, облачившись в это тряпье. На голове у меня красовалась фуражка, которая была мне мала, а поверх рубашки я натянул еще грязную полосатую бумазейную куртку. Она едва доходила мне до талии, а рукава чуть прикрывали локти. Кок самодовольно выпрямился, и заискивающая улыбка расплылась по его лицу. У меня был некоторый опыт. Я знал, как ведет себя прислуга на атлантических пароходах, когда рейс подходит к концу, и мог поклясться, что Кок ожидает подачки. Однако мое дальнейшее знакомство с этим субъектом показало, что поза была бессознательной. Это была врожденная угодливость. — Макридж, сэр, — пробормотал он с елейной улыбкой на своем женственном лице. — Томас Макридж, сэр, к вашим услугам. — Ладно, Томас, — сказал я, — я не забуду вас, когда высохнет мое платье. Его лицо просияло, глаза заблестели, казалось, голоса предков зазвучали в его душе, рождая смутные воспоминания о чаевых, полученных ими во время их пребывания на земле. — Благодарю вас, сэр, — произнес он с чувством и почти искренним смирением. Я отодвинул дверь, и кок, тоже как на роликах, скользнул в сторону. Я вышел на палубу. Меня все еще пошатывало от слабости после долгого пребывания в воде. Порыв ветра налетел на меня, и я, сделав несколько нетвердых шагов по качающейся палубе до угла рубки, поспешил ухватиться за него, чтобы не упасть. Сильно накренившись, шхуна скользила вверх и вниз по длинной тихоокеанской волне. Если, как сказал Джонсон, судно шло на юго-запад, то ветер, по моим расчетам, дул примерно с юга. Туман рассеялся, и поверхность воды искрилась на солнце. Я повернулся к востоку, где должна была находиться Калифорния, но не увидел ничего, кроме низко славшихся пластов тумана, того самого тумана, который вызвал катастрофу Мартинеса и был причиной моего бедственного положения. К северу, неподалеку от нас, из моря торчала группа голых скал, и на одной из них я различил маяк. К юго-западу, там, куда мы держали курс, я увидел пермедальные очертания парусов какого-то корабля. Оглядев море, я перевел взгляд на более близкие предметы. Моей первой мыслью было, что человек, потерпевший кораблекрушение и бывший на волосок от смерти, заслуживает, пожалуй, большего внимания, чем то, которое было мне оказано. Никто, как видно, не интересовался моей особой, кроме матроса у штурвала, с любопытством поглядывавшего на меня поверх рубки. Все, казалось, были заняты тем, что происходило посреди палубы. Там, на крышке люка, лежал какой-то грузный мужчина. Он лежал на спине. Рубашка на его груди, поросшей густыми черными, похожими на шерсть волосами, была разодрана. Черная с проседью борода покрывала всю нижнюю часть его лица и шею. Борода, вероятно, была жесткая и пышная, но обвисла и слиплась, и с нее струйками стекала вода. Глаза его были закрыты, он, очевидно, находился без сознания, но грудь тяжело вздымалась. Он с шумом вбирал в себя воздух, широко раскрыв рот, борясь с удушьем. Один из матросов спокойно и методично, словно выполняя привычную обязанность, спускал за борт на веревке брезентовое ведро, вытягивал его, перехватывая веревку руками, и окатывал водой лежавшего без движения человека. Возле люка расхаживал взад и вперед, сердито жуя сигару, тот самый человек, случайному взгляду которого я был обязан своим спасением. Ростом он был, вероятно, пяти футов и десяти дюймов, быть может, десяти с половиной, но не это бросалось мне прежде всего в глаза. Я сразу почувствовал его силу. Это был человек атлетического сложения, с широкими плечами и грудью, но я не назвал бы его тяжеловесным. В нем была какая-то жилистая, упругая сила, обычно свойственная нервным и худощавым людям, и она придавала этому огромному человеку некоторое сходство с большой гориллой. Я вовсе не хочу сказать, что он походил на гориллу. Я говорю только, что заключенная в нем сила, независимо от его внешности, вызывала у вас такие ассоциации. Подобного рода сила обычно связывается в нашем представлении с первобытными существами, с дикими зверями, с нашими предполагаемыми предками, жившими на деревьях. Эта сила дикая, свирепая, заключающая в самой себе жизненное начало, саму сущность жизни как потенции движения и первозданной материи, притворяющихся в различных видах живых существ. Короче говоря, это та живучесть, которая заставляет змею извиваться, когда у нее отрубят голову, и которая теплится в бесформенном комке мяса убитой черепахи, содрогающимся при прикосновении к нему пальцем. Таково было впечатление, которое производил этот человек, шагавший по палубе. Он крепко стоял на ногах, ступал твердо и уверенно. Каждое движение его мускулов, то, как он пожимал плечами или стискивал в зубах сигару, все было полно решимости и казалось проявлением избыточной, бьющей через край силы. Но эта внешняя сила, пронизывающая его движение, казалась лишь отголоском другой, еще более грозной силы, которая притаилась и дремала в нем, но могла в любой миг пробудиться, подобно ярости льва или бешеному порыву урагана. Кок высунул голову из двери камбуза и ободряюще улыбнулся мне, указывая большим пальцем на человека, прохаживавшегося около люка. Я понял, что это и есть капитан шхуны или, на языке Кока, старик, то есть тот, кому я должен обратиться, дабы потревожить его просьбой доставить меня каким-нибудь способом на берег. Я двинулся было вперед, предчувствуя, что мне предстоит бурное объяснение, но в эту минуту новый страшный приступ удушья овладел несчастным, лежавшим на палубе. Его стали корчить судороги. Спина его выгнулась дугой, голова совсем запрокинулась назад, а грудь расширилась в бессознательном усилии набрать побольше воздуха. Я не видел его лица, только мокрую черную бороду, но почувствовал, как багровеет его кожа. Капитан Волк Ларсен, как его называли, остановился и посмотрел на умирающего. Жестокой и отчаянной была эта последняя схватка со смертью. Охваченный любопытством матрос перестал лить воду, брезентовое ведро накренилось, и из него тонкой струйкой стекала вода. Умирающий судорожно бил каблуками покрышки люка. Потом его ноги вытянулись и застыли в последнем страшном напряжении, в то время как голова еще продолжала метаться из стороны в сторону. Но вот мышцы ослабли, голова перестала двигаться, и вздох как бы глубокого облегчения слетел с его губ. Челюсть у него отвисла, верхняя губа приподнялась, и обнажились два ряда пожелтевших от табака зубов. Казалось, его черты застыли в дьявольской усмешке, словно он издевался над миром, который ему удалось перехитрить, покинув его. И тут произошло нечто неожиданное. Капитан внезапно, подобно удару грома, обрушился на мертвеца. Поток руга не хлынул из его уст, и это не были обычные ругательства или непристойности. В каждом слове было богохульство, а слова так и сыпались. Они гремели и трещали, словно электрические разряды. Я в жизни не слыхал, да и не мог бы вообразить себе ничего подобного. Обладая сам литературной жилкой и питая пристрастие к сочным словцам и оборотам, я, пожалуй, лучше всех присутствующих мог оценить своеобразную живость, красочность и в то же время неслыханную кощунственность его метафор. Насколько я мог понять, причиной этой вспышки было то, что умерший помощник капитана загулял перед уходом из Сан-Франциско, а потом имел неделикатность умереть в самом начале плавания и оставить волка Ларсена без его, так сказать, правой руки. Излишне упоминать, во всяком случае, мои друзья поймут это и так, что я был шокирован. Брань и сквернословие всегда были мне противны. У меня засосало под ложечкой, заныло сердце, мне стало невыразимо тошно. Смерть в моем представлении всегда была сопряжена с чем-то торжественным и возвышенным. Она приходила мирно и священно действовала у ложа своей жертвы. Смерть в таком мрачном, отталкивающем обличье явилось для меня чем-то невиданным и неслыханным. Отдавая, как я уже сказал, должное выразительности изрыгаемых волком Ларсеном проклятий, я был ими чрезвычайно возмущен. Мне казалось, что их огненный поток должен испепелить лицо трупа, и я не удивился бы, если бы мокрая черная борода вдруг начала завиваться колечками и вспыхнула дымным пламенем. Но мертвецу уже не было до этого никакого дела. Он продолжал сардонически усмехаться с вызовом, с циничной издевкой. Он был хозяином положения. Глава третья Волк Ларсен оборвал свою брань так же внезапно, как начал. Он раскурил потухшую сигару и огляделся вокруг. Взор его упал на Магриджа. «А, любезный кок!» начал он ласково, но в голосе его чувствовались холод и твердость стали. «Есть сэр угодливо и виновата с превеличенной готовностью отозвался тот. «Ты не боишься растянуть себе шею? Это, знаешь ли, не особенно полезно. Помощник умер, и мне не хотелось бы потерять еще и тебя. Ты должен очень беречь свое здоровье, кок. Понятно?» Последнее слово в полном контрасте с мягкостью все речи прозвучало резко, как удар бича. Кок съежился. «Есть сэр!» послышался испуганный ответ, и голова провинившегося кока исчезла в камбузе. При этом разносе, выпавшем на долю одного кока, остальной экипаж перестал глазеть на мертвеца и вернулся к своим делам. Но несколько человек остались в проходе между камбузом и люком и продолжали переговариваться в полголоса. Я понял, что это не матросы, и потом узнал, что это охотники на котиков, занимавшие несколько привилегированное положение по сравнению с простыми матросами. «Иогансен!» позвал волк Ларсен. Матрос тотчас приблизился. «Возьми иглу и гардоман и зашей этого бродягу. Старую поросину найдешь в кладовой. Ступай!» «А что привязать к ногам, сэр?» спросил матрос после обычного «есть, сэр». «Сейчас устроим», ответил волк Ларсен и кликнул кока. Томас Магридж выскочил из своего камбуза, как игрушечный чертик из коробки. «Спустись в трюм и принеси мешок угля». «Нет ли у кого-нибудь из вас, ребята, Библии или молитвенника?» послышалось новое требование, обращенное на этот раз к охотникам. Они покачали головой, и один отпустил какую-то шутку, которой я не расслышал. Она была встречена общим смехом. Капитан обратился с тем же вопросом к матросам. Библия и молитвенник были здесь, по-видимому, редкими предметами, но один из матросов вызвался спросить у подвахтенных. Однако минуты через две он вернулся ни с чем. Капитан пожал плечами. «Тогда придется бросить его за борт без лишней болтовни. Впрочем, может быть, выловленный нами молодчик знает морскую похоронную службу наизусть? Он что-то смахивает на попа». При этих словах волк Ларсен внезапно повернулся ко мне. «Вы верно пастор?» спросил он. Охотники их было шестеро все как один тоже повернулись в мою сторону и я болезненно ощутил свое сходство с вороньим пуглом. Мой вид вызвал хохот. Присутствие покойника распростертого на палубе и тоже казалось скалившего зубы никого не остановило. Это был хохот грубый резкий и беспощадный как само море. Хохот отражавший грубые чувства людей которым незнакомы чуткость и деликатность. Волк Ларсен не смеялся хотя в его серых глазах мелькали искорки удовольствия и только тут подойдя к нему ближе я получил более полное впечатление от этого человека. До сих пор я воспринимал его скорее как шагающую по палубе фигуру изрыгающую поток ругательств. У него было несколько угловатое лицо с крупными и резкими но правильными чертами казавшееся на первый взгляд массивным но это первое впечатление от его лица так же как и от его фигуры быстро отступало на задний план и оставалось только ощущение скрытой в этом человеке внутренней силы дремлющей где-то в недрах его существа. Скулы подбородок высокий лоб с выпуклыми надбровными дугами могучее даже необычайно могучее сами по себе казалось говорили об огромной скрытой от глаз жизненной энергии или мощи духа эту мощь было трудно измерить или определить ее границы и невозможно было отнести ее ни под какую установленную рубрику. глаза мне довелось хорошо узнать их были большие и красивые осененные густыми черными бровями и широко расставленные что говорило о недюжинности натуры цвет их изменчиво серый поражал бесчисленным множеством оттенков как переливчатый шелк в лучах солнца они были то серыми темными или светлыми то серовато зелеными то принимали лазурную окраску моря эти изменчивые глаза казалось скрывали его душу словно непрестанно менявшиеся маски и лишь в редкие мгновения она как бы проглядывала из них точно рвалась наружу навстречу какому-то заманчивому приключению эти глаза могли быть мрачными как хмурое свинцовое небо могли метать искры отливая стальным блеском обнаженного меча могли становиться холодными как полярные просторы или теплыми и нежными и в них мог вспыхивать любовный огонь обжигающий и властный который притягивает и покоряет женщин заставляя их сдаваться восторженно радостно и самозабвенно но вернемся к рассказу я ответил капитану что я не пастор и к сожалению не умею служить панихиду но он бесцеремонно перебил меня а чем вы зарабатываете на жизнь признаюсь ко мне никогда еще не обращались с подобным вопросом да и сам я никогда над этим не задумывался я опешил и довольно глупо пробормотал я я джентльмен по губам капитана скользнула усмешка у меня есть занятие я работаю торопливо воскликнул я словно стоял перед судьей и нуждался в оправдании отчетливо сознавая в то же время как нелепо с моей стороны пускаться в какие бы то ни было объяснения по этому поводу это дает вам средства к жизни вопрос прозвучал так властно что я был озадачен сбить с панталыку как сказал бы чарли ферресет и молчал словно школьник перед строгим учителем кто вас кормит последовал новый вопрос у меня есть постоянный доход с достоинством ответил я и в ту же секунду готов был откусить себе язык но все это простите не имеет отношения к тому о чем я хотел поговорить с вами однако капитан не обратил никакого внимания на мой протест кто заработал эти средства а ну я так и думал ваш отец вы не стоите на своих ногах кормитесь за счет мертвецов вы не могли бы прожить самостоятельно и суток не сумели бы три раза в день набить себе брюхо покажите руку страшное сила скрытая в этом человеке внезапно пришла в действие и прежде чем я успел опомниться он шагнул ко мне схватил мою правую руку и поднес глазам я попытался освободиться но его пальцы без всякого видимого усилия крепче охватили мою руку и мне показалось что у меня сейчас затрещат кости трудно при таких обстоятельствах сохранять достоинство я не мог извиваться или брыкаться как мальчишка однако не мог и вступить в единоборство с этим чудовищем угрожавшим одним движением сломать мне руку приходилось стоять смирно и переносить это унижение тем временем у покойника как я успел заметить уже обшарили карманы и все что там сыскалось сложили на палубе а труп на лице которого застыла сардоническая усмешка обернули в парусину и Иогансен принялся сшивать ее толстой белой ниткой втыкая иглу ладонью с помощью особого приспособления называемого гардоманом и сделанного из куска кожи волк ларсен с презрительной гримасой отпустил мою руку изнеженная рука за счет тех же мертвецов такие руки ни на что кроме мытья посуды истребни негодны мне хотелось бы сойти на берег решительно заявил я овладев наконец собой я уплачу вам сколько вы потребуете захлопоты и задержку в пути он с любопытством поглядел на меня глаза его светились насмешкой у меня другое предложение для вашего же блага мой помощник умер и мне придется сделать кое-какие перемещения один из матросов займет место помощника юнга отправится на бак на место матроса а вы замените юнгу подпишите условия на этот рейс 20 долларов в месяц и харчи ну что скажете заметьте это для вашего же блага я сделаю вас человеком вы со временем научитесь стоять на своих ногах и быть может даже ковылять немного я не придал значения этим словам замеченные мною на юго-западе паруса росли они вырисовывались все отчетливее и видимо принадлежали какой-то шхуне как и призрак хотя корпус судна насколько я мог его разглядеть был меньше шхуна покачиваясь скользила нам навстречу и это было очень красивое зрелище я видел что она должна пройти совсем близко ветер быстро крепчал солнце послав нам несколько тусклых лучей скрылась море приняло мрачный свинцово-серый оттенок забурлило и к небу полетели клочья белой пены наша шхуна прибавила ходу и дала большой крен пронесся порыв ветра поручни исчезли под водой и волна хлынула на палубу заставив охотников сидевших на закраине люка поспешно поджать ноги это судно скоро пройдет мимо нас сказал я помолчав оно идет в обратном направлении быть может в сан-франциско весьма возможно отозвался Ларсон и отвернувшись от меня крикнул кок эй кок Томас Магридж вынырнул из камбуза где этот юнга скажи ему что я его зову есть сэр Томас Магридж бросился на корму и исчез в другом люке около штурвала через секунду он снова показался на палубе а за ним шагал коренастый парень лет восемнадцати девятнадцати с лицом хмурым и злобным вот он сэр сказал кок но Ларсон не обращая на него больше внимания повернулся к юнге как тебя зовут Джордж Лич сэр последовал угрюмый ответ видно было что юнга догадывается зачем его позвали фамилия не ирландская буркнул капитан о Тул или Маккарти куда больше подошло бы к твоей роже верно какой-нибудь ирландец спрятался у твоей мамаши за поленницей я видел как у парня от этого оскорбления сжались кулаки и побагровела шея ну ладно продолжал волк Ларсон у тебя могут быть веские причины забыть свою фамилию мне на это наплевать пока ты делаешь свое дело ты конечно с телеграфной горы это у тебя на лбу написано я вашего брата знаю вы там все упрямы как ослы и злы как черти но можешь быть спокоен мы тебя здесь живо обломаем понял кстати через кого ты нанимался агентство маккреди и свенсон сэр загремел капитан маккреди и свенсон сэр поправился юнга и глаза его злобно сверкнули кто получил аванс они сэр я так и думал и ты небось был до черта рад спешил знал что за тобой кое-кто охотится в мгновение ока юнга преобразился в дикаря он пригнулся словно для прыжка ярость исказила его лицо вы что выкрикнул было он что почти вкратчиво спросил ларсон словно его одолевало любопытство но юнга уже взял себя в руки ничего сэр я беру свои слова назад и ты доказываешь что я прав удовлетворенно улыбнулся капитан сколько тебе лет только что исполнилось шестнадцать сэр врешь тебе больше восемнадцати и ты еще велик для своих лет и мускулы у тебя как у жеребца собери свои пожитки и переходи в кубрик на бак будешь матросом грибцом это повышение понял не ожидая ответа капитан повернулся к матросу который зашивал труп в парусину и только что закончил свое мрачное занятие иогансен ты что-нибудь смыслишь в навигации нет сэр ну не беда все равно будешь теперь помощником перенеси свои вещи в каюту на его койку есть сэр весело ответил иогансен и тут же направился на бак но бывший юнга все еще не трогался с места а ты чего ждешь спросил капитан я не нанимался матросом сэр был ответ я нанимался юнгой я не хочу служить матросам собирай вещи и ступай на бак на этот раз приказ звучал властно и грозно но парень угрюмо насупился и не двинулся с места тут волк Ларсон снова показал свою чудовищную силу все произошло неожиданно с быстротой молнии одним прыжком футов в шесть не меньше он кинулся на юнгу и ударил его кулаком в живот в тот же миг я почувствовал острую боль под ложечкой словно он ударил меня я упоминаю об этом чтобы показать как чувствительны были в то время мои нервы и как подобные грубые сцены были мне непривычны юнга а он кстати сказать весил никак не менее ста шестидесяти пяти фунтов согнулся пополам его тело безжизненно повисло на кулаке Ларсона словно мокрая тряпка на палке затем я увидел как он взлетел на воздух описал дугу и рухнул на палубу рядом с трупом ударившись о доски головой и плечами так он и остался лежать корчась от боли ну как повернулся вдруг Ларсон ко мне вы обдумали я поглядел на приближавшуюся шхуну которая уже почти поравнялась с нами ее отделяло от нас не более двухсот ярдов это была стройная изящная суденушка я различил крупный черный номер на одном из парусов и припомнив виденное мною раньше изображение судов сообразил что это лоцманский бот что это за судно спросил я лоцманский бот леди майн ответил Ларсон доставил своих лоцманов и возвращается в Сан-Франциско при таком ветре будет там через пять шесть часов будьте добры дать им сигнал чтобы они переправили меня на берег очень сожалею но я уронил свою сигнальную книгу за борт ответил капитан и в группе охотников послышался смех секунду я колебался глядя ему прямо в глаза я видел как жестоко разделался он с юнгой и знал что меня быть может ожидает то же самое если не что-нибудь еще хуже повторяю я колебался а потом сделал то что до сих пор считаю самым смелым поступком в моей жизни я бросился к борту и размахивая руками крикнул леди майн эй связите меня на берег тысячу долларов за доставку на берег я впился взглядом в двоих людей стоявших у штурвала один из них правил другой поднес губам рупор я не поворачивал головы и каждую секунду ждал что зверь человек стоявший за моей спиной одним ударом уложит меня на месте наконец мне показалось что прошли века я не выдержал и оглянулся ларсен не тронулся с места он стоял в той же позе слегка покачиваясь на расставленных ногах и раскуривал новую сигару в чем дело случилось что-нибудь раздалось с леди майн да да благим матом заорал я спасите спасите тысячу долларов за доставку на берег ребята хватили лишнего фриско раздался голос ларсена этот вот он указал на меня допился уже до зеленого змия на леди майн расхохотались в рупор и судно прошло мимо всыпьте ему как следует от нашего имени долетели напутственные слова и стоявшие у штурвала помахали руками в знак приветствия в отчаянии я облокотился о поручни глядя как быстро расширится полоса холодной морской воды отделяющая нас от стройного маленького судна оно будет в сан франциско через пять или шесть часов у меня голова пошла кругом сердце отчаянно заколотилась и горлу подкатил комок пенистая волна ударила о борт и мне брызнуло в лицо соленой влагой ветер налетал порывами и призрак сильно кренясь зарывался в воду под ветреным бортом я слышал как вода с шипением взбегала на палубу оглянувшись я увидел юнгу который с трудом поднимался на ноги лицо его было мертвенно бледно и искажено от боли я понял что ему очень плохо ну лечь идешь на бак спросил капитан есть сэр последовал покорный ответ а ты повернулся капитан ко мне я дам вам тысячу начал я но он прервал меня брось это ты согласен приступить к обязанностям юнги или мне придется взяться за тебя что мне было делать дать зверски избить себя может быть даже убить какой от этого прок я твердо посмотрел в жесткие серые глаза они походили на гранитные глаза из вояния так мало было в них человеческого тепла обычно в глазах людей отражаются их душевные движения но эти глаза были бесстрастны и холодны как свинцово серое море ну что да сказал я скажи да сэр да сэр поправился я как тебя зовут ван вейден сэр имя хэмфри сэр хэмфри ван вейден возраст 35 сэр ладно пойди коку он тебе покажет что ты должен делать так случилось что я помимо моей воли попал в рабство к волку ларсену он был сильнее меня вот и все но в то время это казалось мне каким-то наваждением да и сейчас когда я оглядываюсь на прошлое все что приключилось тогда со мной представляется мне совершенно невероятным таким будет это представляться мне и впредь чем-то чудовищным и непостижимым каким-то ужасным кошмаром подожди я послушно остановился не дойдя до камбуза иогансен вызови всех наверх теперь все как будто стало на свое место и можно заняться похоронами и очистить палубу от ненужного хлама пока иогансен собирал команду двое матросов по указанию капитана положили зашитый в парусину труп на лючину у обоих бортов на палубе днищами кверху были принайтовлены маленькие шлюпки несколько матросов подняли доску с ее страшным грузом и положили на эти шлюпки с подветренной стороны повернув труп ногами к морю к ногам привязали принесенные коком мешок с углем похороны на море представлялись мне всегда торжественным внушающим благоговение обрядом но то чему я стал свидетелем мгновенно развеяло все мои иллюзии один из охотников невысокий темноглазый парень я слышал как товарищи называли его смоком рассказывал анекдоты щедро сдобренные бранными и непристойными словами в группе охотников поминутно раздавались взрывы хохота которые напоминали мне не то вой волков не то лай псов в преисподней матросы стуча сапогами собирались на корме некоторые из подвахтенных протирали заспанные глаза и переговаривались в полголоса на лицах матросов застыло мрачное озабоченное выражение очевидно им мало улыбалось путешествие с этим капитаном начавшееся к тому же при столь печальных предзнаменованиях время от времени они украдкой поглядывали на волка Ларсена и я видел что они его побаиваются капитан подошел к доске все обнажили головы я присматривался к людям собравшимся на палубе их было двадцать человек значит всего на борту шхуны если считать рулевого и меня находилось двадцать два человека мое любопытство было простительно так как мне предстояло по-видимому не одну неделю а быть может и не один месяц провести вместе с этими людьми в этом крошечном плавучем мирке большинство матросов были англичане или скандинавы с тяжелыми малоподвижными лицами лица охотников изборожденные резкими морщинами были более энергичны и интересны и на них лежала печать необузданной игры страстей странно сказать но как я сразу же отметил в чертах волка ларсена не было ничего порочного его лицо тоже избороздили глубокие морщины но они говорили лишь о решимости и силе воли выражение лица было скорее даже прямодушное открытое и впечатление это усиливалось благодаря тому что он был гладко выбрит не верилось до следующего столкновения что это тот самый человек который так жестоко обошелся с юнгой вот он открыл рот собираясь что-то сказать но в этот миг резкий порыв ветра налетел на шхуну сильно ее накренив ветер дико свистел и завывал в снастях некоторые из охотников тревожно поглядывали на небо подветренный борт у которого лежал покойник зарылся в воду и когда шхуна выпрямилась волна перекатилась через палубу захлестнув нам ноги выше щиколотки внезапно хлынул ливень тяжелые крупные капли били как градины когда шквал пронесся капитан заговорил и все слушали его обнажив головы покачиваясь в такт сходивший под ногами палубой я помню только часть похоронной службы сказал Ларсон она гласит и тело да будет преданно морю так вот и бросьте его туда он умолк люди державшие лючину были смущены краткость церемонии видимо озадачила их но капитан яростно на них накинулся поднимайте этот конец черт бы вас подрал какого дьявола вы конетелитесь кто-то торопливо подхватил конец доски и мертвец выброшенный за борт словно собака соскользнул в море ногами вперед мешок с углем привязанный к ногам потянул его вниз он исчез иогансен резко крикнул капитан своему новому помощнику оставь всех наверху раз уж они здесь убрать топселя и клевера да поживей надо ждать зюй тоста заодно возьми рифы у грота и у стакселя вмиг все на палубе пришло в движение иогансен зычно выкрикивал слова команды матросы выбирали и травили различные снасти а мне человеку сугубо сухопутному все это конечно представлялось сплошной неразберихой но больше всего поразило меня проявление этими людьми бессердечие смерть человека была для них мелким эпизодом который канул в вечность вместе с зашитым в парусину трупом и мешком угля и корабль все так же продолжал свой путь и работа шла своим чередом никто не был взволнован охотники уже опять смеялись какому-то непристойному анекдоту смока команда выбирала и травила снасти двое матросов полезли на мачту волк ларсен всматривался в облачное небо с наветренной стороны а человек так жалко окончивший свои дни и так недостойно погребенный опускался все глубже и глубже на дно до сих пор